Куда движется Владимирская наука? Какие актуальные задачи стоят сегодня перед учеными Госуниверситета? Посмеиваются ли у нас над британскими учеными? Или завидуют им? Об этом мы не только поговорим в День российской науки. В нашей студии начальник управления научно-исследовательской деятельности и развития информационных технологий ВЛГУ, доктор физико-математических наук, доцент Алексей Кучерик. Алексей Олегович, добрый вечер. Здравствуйте, Илья. Нам можно задать вопросы, позвонив в студию, телефон на ваших экранах, не стесняйтесь. Алексей Олегович, вот сегодня ученые всей страны отмечают День науки. Опорный ВУЗ региона историю этого праздника чтит? Конечно, непременно. Что запланировано и что уже прошло сегодня в стенах опорного ВУЗа? Да, сегодня в стенах опорного университета было масса мероприятий, и день вышел очень насыщенный. Мы начали старшественную церемонию открытия в 11 часов в главном корпусе университета. После этого мероприятия распространились по всем корпусам университета, лично я посетил порядка четырех мероприятий за сегодня. Это был такой насыщенный день. Я, можно сказать, полностью окунулся в научную мысль университетских групп, посетил различные направления, закончил свой научный марафон в Институте искусства, где послушал про современные тенденции использования музыки Бетховена в музыке 20-21 века. Было очень интересно, на самом деле. Не ожидал, что возможны такие исследовательские работы в области искусства, особенно музыки. Так что я думаю, что мы продолжим в таком же бодром темпе, обязательно затронем все стороны науки и искусств в том числе. Вот для тех, кто от науки далек, или для тех, кто, в общем-то, давно, может быть, с вузом расстался, сюжет о том, как сегодня вуз отмечал День науки. Во Владимирском госуниверситете наградили лучших преподавателей и аспирантов. Из-за пандемии в зале только часть из них. Всего в списке около ста человек. Высокие достижения в инновационной деятельности отмечены и ученым советом университета, и лично ректором Анзором Саралидзе. Сегодня в вузе работают 30 научно-исследовательских объединений. В них занимаются порядка семи сотен человек, в том числе ученые в ЛГУ, авторы крупных проектов. Среди награжденных – доцент кафедры технологии и машиностроения Артемий Аборкин. Он занимается фундаментальной наукой, разрабатывает и тестирует новые композитные материалы. Исследования проводятся в рамках реализации проекта Российского научного фонда. Эта президентская программа поддерживает ведущих ученых страны. Тут надо сказать, что материалы – это основа всего. То есть, имея какие-то материалы с каким-то уровнем свойств, конструктор уже от этого может отталкиваться и проектировать новую технику. С заданными эксплуатационными какими-то характеристиками. Учитывая особенности этих материалов, высокой прочности с малым удельным весом, можно предполагать, что они будут использованы там, где это необходимо. Это, соответственно, аэрокосмическая отрасль, например. Ежегодно научные коллективы университета реализуют около двух сотен проектов. В прошлом году ВУЗ выиграл 35 грантов. В том числе пять субсидий и десять стипендий на поддержку молодых ученых. Многие проекты ВЛГУ выполняет вместе с индустриальными партнерами, в том числе в рамках федеральной целевой программы. Результатом такого сотрудничества стало создание в 2020 году новой научно-исследовательской и производственно-технологической лаборатории по лазерным технологиям. Но главный вопрос – это вовлечение молодежи в занятия наукой. В УЗУ это удается. Популярностью пользуются не только технические направления, но и творческие. Конкурс на кафедру дизайна, изобразительного искусства и реставрации – один из самых высоких. Каждый год у нас очень большой конкурс. Где-то доходит 7-8 человек на место. Так что интерес к нашей профессии не ослабевает. С каждым годом студенты интересуются и приходят, и поступают, и учатся. И очень приятно, что число бюджетных мест все-таки увеличивается. Сегодня Владимирский госуниверситет – крупнейший научно-исследовательский центр нашей области. И вот объем научной работы в УЗУ, наверное, даже самим сотрудникам сложно представить. Уж не то, что обыватель. Какое количество ученых умов сегодня занято наукой? Ну, давайте говорить так. В УЗУ все занимаются наукой. Если я перефразирую Дмитрия Ивановича Менделеева, то преподаватель в университете в первую очередь должен заниматься наукой для того, чтобы суметь увлечь ей студентов. В противном случае достаточно заниматься какой-нибудь схоластикой. А, соответственно, сотрудников у нас более тысячи человек. И все они в той или иной степени заняты научными исследованиями. И поэтому наша основная, наверное, цель – это все-таки вовлечь, как уже было отмечено, студентов именно молодых. Поскольку это всеобщая проблема – суметь привлечь новые кадры, новые идеи в научные коллективы. Университет имеет хорошую историю научных школ. И по этой причине все эти школы, естественно, пытаются подпитываться молодыми умами. Раз пошло такое дело, какой научной школе вы себя причисляете? – Ну, так сложилось, что я окончил в университете кафедру физики и прикладной математики. И хотя поступил по специальности именно прикладная математика, но потом все время занимался лазерной физикой. Поэтому с гордостью отношу к себе к школе профессора Аркеляна по лазерной физике и квантовой информатике. ВУЗ в 2019 году включился в реализацию программ НАЦПроекта «Наука» весь 2020 год пандемии. Она, понятно, что отразилась на работе ВУЗа. Как? Тоже у вас обязательно поинтересуюсь. Что удалось? Что пришлось отложить или отменить? – Ну, слава богу, отменить ничего не пришлось. Единственное, мы не смогли провести в очном формате традиционные научные мероприятия, которые у нас всегда проходят несколько международных конференций. Их пришлось перенести в онлайн формат, но не отменить. И по этой причине, конечно, немножко пострадало научное общение. Но экспериментальные программы ВУЗа выполнены в полном объеме. То есть у нас есть некоторый спад по публикационной активности, по той простой причине, что мы действительно два месяца были вынуждены не работать полностью, не имели возможности выходить и ставить эксперименты. А без эксперимента, естественно, в нашем случае невозможно написать статьи. И даже теоретикам надо встречаться и обсуждать свои работы для того, чтобы двигаться вперед. Этот момент компенсировал, конечно, наличие электронных сетей, возможность общаться в различных мессенджерах, но не полностью. Невозможно полностью, конечно, компенсировать живое общение, когда есть возможность просто, так сказать, стать смартером у доски, что-то написать, обсудить с коллегами и тут же попробовать реализовать это экспериментально. То есть сказать, что научная деятельность встала и, главное, на научную мысль остановилась уж точно нельзя? Ну, научную мысль вообще сложно остановить, если она хочется двигаться вперед, а мы не страдаем ретрократством, то, естественно, она неостановима. А вот научная деятельность в какие-то моменты вынуждена подстраиваться под существующие реалии, но сейчас, когда есть возможность пользоваться различными мессенджерами, это не так сложно. То есть у нас есть большой опыт работы дистанционно с нашими иностранными коллегами, но в этом случае мы сами общались между собой, зачастую, как иностранцы дистанционно. — Не было попыток лаборатории перевезти домой и спокойно там работать? — Ну, понятно, что в простом представлении достаточно взять компьютер и попробовать поработать дома. Но зачастую дома нет тех условий для того, чтобы полноценно работать. Это не то же самое, как оказаться в своей лаборатории, уединиться от всего мира, даже теоретику, и себе что-то пописать. Дома у вас всегда будет что-то отвлекать. Ну, может быть, есть счастливчики, у кого есть свои кабинеты, полностью замкнут это окружающее пространство. Но я почти наверняка уверен, что домашние в этом случае воспринимают человека, присутствующего дома, как дома. И будут вмешиваться в процесс всеми способами. Не обязательно как-то настойчиво, но тем не менее, могу по себе сказать, что когда пытаешься дома сосредоточиться, выясняется, что есть целая куча дел, которые вдруг откуда-то возникают, отвлекают тебя, и собраться с мыслями бывает очень тяжело. — Ну да, в лаборатории можно зависнуть и не на один рабочий день. — Да, 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 если есть что-то интересное, то можно зависнуть надолго. Ну, главное не забывать возвращаться в реальность. — У многих в лабораториях подушки, одеяла, чайники? — Ну, нам трудовой кодекс запрещает оставлять людей на ночь в лабораториях. У нас есть случаи, когда проходят сложные эксперименты, и мы проверяем, что установки работают. И я сейчас вынужден подписывать разрешение, а также сотрудникам посещать даже выходные в праздничные дни лаборатории, когда это многодневный эксперимент, когда нельзя просто оставить его полностью без контроля. Ну, я не встречал пока, слава богу, подушек в лабораториях. Но, конечно, у кого-то есть диванчики, у кого-то есть стулья. Некоторые, может быть, ставят мысленные эксперименты, слегка закрыв глаза. Но в этом и не вмешиваемся. Тут, главное, результат. — Мы, журналисты, страдаем тягой к сенсациям, и хочется спросить, а вот что изобрели в 2020 году? Я понимаю, что обычно, когда спрашиваешь серьезного ученого, что изобрели, это в любом случае будет какая-то разработка, которая уже там ни год, ни два, и даже порой не десятилетие. Так что эта погоня за сенсациями, к сожалению, себя не оправдывает. Но все-таки о новых открытиях хочется спросить. Что Владимирским ученым удалось совершить в прошлом году, расскажем, наверное, после еще одного сюжета моих коллег. Лазеры, которые способны разрезать даже титан, а скорость их работы в 120 раз превышает человеческую. Все это есть в арсенале инжинирингового центра Владимирского госуниверситета. Студенты, аспиранты и преподаватели ведут разработки в различных сферах – экология, машиностроение и радиотехника. Ежегодно в ВУЗе патентуют более 100 новейших изделий и разработок. В России около 200 предприятий, на которых востребованы лазерные технологии ВУЗа. Изделия и станки заказывают из Саратова, Кирова и Москвы. Также университет сотрудничает с сотней компаний 33-го региона. Гордостью инжинирингового центра является роботизированный лазерный комплекс. С помощью этого аппарата можно соединять разные материалы. Например, чугун и алюминий. Робота собрали прямо здесь. Его стоимость – 20 миллионов рублей. На нем изготавливают и ремонтируют детали для автомобилей и поездов. Над чем трудятся ваши подопечные, я про аспирантов? Ну, да, знаете, сейчас давайте так поем. У нас не то, что было, а то, что давайте лучше понимаем то, что будет. У нас запланирован конкретно центр новых инжиниринговых компетенций и технологий. Это очень интересное направление. Это конечная точка реализации программы опорного университета. То есть именно центр направлен на новые инженерные технологии. С широкого масштаба, но, естественно, с ориентацией на машиностроительную отрасль. Это так у нас исторически сложилось. И эту линию мы, естественно, будем продолжать. Она запланирована буквально в ближайшие месяцы. С поправкой на то, что мы некоторое время потеряли в прошлом году. Но этот центр будет, и он будет развиваться. У нас есть центр коллективного пользования, который также достаточно активно развивается. И мы надеемся участвовать сейчас в конкурсе министерства на его дальнейшее развитие. Это такая лаборатория, которой можно пользоваться? Да, центр коллективного пользования приблизительно так. Это действительно оборудование, которым может пользоваться любой в университете, просто подав заявку. И мы сейчас пытаемся эту стратегию полностью реализовать, чтобы это так и было. Поскольку не бывает таких кафедр, которые могли бы купить себе все оборудование. То есть всегда нужно что-то на стороне, и здесь наша задача сделать так, чтобы к университетскому оборудованию был максимально полный доступ в стенах университета. Но, естественно, и с внешних заказов тоже это было бы интересно, поскольку у нас есть много техники, которые не могут позволить себе купить индустриальные партнеры. Для них это слишком дорого, а университет здесь должен быть лидером, флагманом, несущим новое оборудование в области. И оно не должно простаивать. Естественно, зачем иначе его покупать? Тут надо найти очень хорошую пропорцию между тем, что используется для науки, и то, что используется для внедрения. Ну, это задача как раз только к моему управлению, чтобы мы могли это реализовать в полной мере. Еще немножко все-таки об аспирантах. Давайте их... Или, я понимаю, люди скромные, можем их не называть. Нет, ну хорошо, нет. Аспиранты на самом деле очень хорошо выступили. За два года у нас выиграно семь проектов в рамках гранта как раз-таки для аспирантов. Там для них есть очень жесткие условия. Они должны защититься в срок аспирантуры. То есть полностью надо написать необходимый объем диссертационной работы, опубликоваться. И после этого, естественно, выйти на защиту. Это не так легко. И в том числе как раз-таки по лазерным технологиям, про которые у нас был сюжет, это достаточно успешно внедряется. То есть когда аспиранты понимают, что у них есть четкий срок, когда им надо сделать полностью свою работу, а не такая в некотором виде абстрактная аспирантура, когда где-то что-то закончится, и там надо представить работу. И все. Ну вот они этим активно занимаются сейчас. И эти семь человек, нескольких из них, я наблюдаю, как они развиваются. Это действительно более стимулирующее действие. В том числе у нас сейчас планируется к открытию в этом году как раз-таки лаборатория физики одномерных материалов. В рамках этой лаборатории мы тоже рассчитываем на защиту диссертации именно по физике одномерных материалов. Потом эти работы просто лягут в библиотеку мертвым грузом? Или это не наука ради науки, это все-таки уже конкретные наработки для конкретных проектов, предприятий, отраслей? Ну, давайте так. У нас есть аспиранты, которые больше занимаются фундаментальной наукой. Это нормально. Без фундаментальной науки не может быть прикладных исследований в дальнейшем. Есть прикладной блок аспирантов, который занимается больше внедрением технологий. Но, в принципе, понятие наука ради науки уезжало себя уже достаточно давно. То есть сейчас очень сложно выиграть какой-либо конкурс, где вы просто пишете, что я исследую это, потому что это интересно. Любой эксперт проверяет, насколько это внедримо в дальнейшем. Даже с точки зрения фундаментальных исследований. То есть, насколько это коррелирует с другими исследованиями, позволяет открывать новые области знаний. А вот когда-то науку, не скажу российскую, советскую, двигало военное отрасль. Да, то есть, давай задай. Космическое, военное отрасль. Сегодня такие векторы остаются? Ну, наш университет не так связан с космическим отраслью. Хотя, в том числе, как вы увидели по сюжету, новые материалы. Смотрите, это замкнутая цепочка. Новые материалы порождают необходимость новой технологии для того, чтобы их обрабатывать. Новые технологии тоже не могут возникнуть из воздуха. Необходимо разработать сначала фундаментальные основы их взаимодействия. Видите, то есть, нельзя взять и какой-то один кирпичик вынуть, тогда вся цепочечка разручится полностью. Поэтому в этом и сила университета. У нас есть разные институты, их 12. Даже те, которые являются научно-технического или естественно-научного профиля. Наши требования к ним, чтобы они как можно активнее начали взаимодействовать между собой. Вот как раз, чтобы это выделение, что кто-то занимается только фундаментальными исследованиями, а кто-то только прикладными, оно растворилось. Должно быть такое хорошее симбиотическое дополнение. То есть, те, кто сильны фундаментальных исследований, все равно должны пробовать себя в прикладных. То в прикладных сдвигаться немножечко в сторону фундаментальных исследований, в том числе. И сейчас многие научные программы на этом построены. Вот если даже брать Российский научный фонд, у них основной вектор был прикладные исследования. Но сейчас у них происходит объединение с Российским фондом фундаментальных исследований. И я думаю, что это приведет к тому, что их программы в некотором смысле сдвинутся. И в том числе там появятся и прикладные направления с фундаментальным уклоном. Наступил год науки и технологий. Каким он будет для ведущего научного центра области? Ну, он будет очень насыщенным. У нас сейчас проходит уже большое количество мероприятий. На весь год мы на настоящий момент составили план проведения мероприятий, включающий в себя научные сугубо мероприятия, как конференции, семинары, открытые столы, в том числе открытие новых центров и новых лабораторий. В принципе, ревизия старых результатов. Иногда выясняется, что это необходимо проводить, потому что вроде бы все знают, чем и кто занимается. Но выясняется, что в какие-то моменты просто некоторые научные направления вдруг пропали. Ими перестали заниматься, а это достаточно перспективно. И, соответственно, задача руководства университета и ученых слышать друг друга в этом направлении. То есть мы не отказываемся от своих базовых научных школ. Их у нас в университете более 30. И, в свою очередь, их задача за этот год, пользуясь тем, что эти мероприятия все-таки получаются разрекламированные на базе уже даже государственном, привлечь к себе как можно больше молодежи и за счет этого как можно больше новых программ открыть. И поскольку мы все-таки образовательный центр, то вот это совместить все вместе, это было бы вообще идеально. То есть, поскольку открыть новые научные программы, открыть новые образовательные программы и достичь, наконец-таки, нового этапа развития, так это назовем. Поскольку у нас сейчас есть программа «Приоритет 2030», где мы надеемся принять активное участие, это следующий шаг после опорного университета. И он потребует у нас как раз этого всего. То есть и новых научных результатов, и новых образовательных программ. — Вот эти все планы, далеко идущие, они уже строятся без оглядки на пандемию? — Естественно. Ну, мы вынуждены работать по тем правилам, которые приняты в соответствии с эпидемиологической ситуацией. То есть студенты ходят на занятиях в масках, преподаватели во время чтения лекций вынуждены их снимать. Но везде соблюдается, как вы даже видели сегодня на торжественном мероприятии, санитарная дистанция, поэтому меньше людей было в залах. Но у нас аудиторный фонд позволяет рассаживать студентов так, чтобы они не сидели в прийти руку друг к другу. И проведение исследований в данном случае, ну, есть, конечно, эксперименты, которые физически не может сделать один человек, где вынуждена работать команда. Ну, что же, перестраховываемся, стараемся обеспечить такие условия, чтобы у людей минимальный был риск заражения. То есть тут люди наши все, мы не можем разбрасываться своим фондом человеческим. Поэтому бережем своих сотрудников, как только можем. Про деньги. Вообще принято считать, что российская наука недофинансируется. И давно принято считать. Все-таки из каких источников сегодня приходит финансирование под конкретные проекты, неокры? Или в целом это все давно устарело и в УЗИ с финансами проблем нет? Нет, ну, университет – это открытая система. Он растет и развивается. Поэтому, знаете, сколько бы нам ни дали финансирование, мы всегда скажем, что нам его мало. Вот. Поскольку всегда есть, что приобрести, на что потратить деньги в смысле того, чтобы развитие материно-технической базы, развитие человеческого ресурса. Никто не отменял, в конце концов, понятие зарплат. Всем хочется получать достойную заработную плату. Это тоже складывается в фонды. Но фонды университета по научно-исследовательской работе из года в год прирастают. И поскольку у нас есть программы, получаемые рамки государственного задания, есть грантовые деньги, которые мы получаем со стороны Российского фонда фундаментальных исследований, Российского научного фонда, есть программы, которые были озвучены, что это именно для молодых, по рамках президентских программ. Соответственно, есть ФЦПИР, это которые в рамках Министерства высшего образования и науки, в котором мы работаем. Это достаточно значимый фонд, плюс есть большое количество хоздоговорных тем, которые у нас с индустриальными партнерами, где выполняются зачастую какие-то узкие задачи. Но это тоже, на самом деле, научно-исследовательская работа. Этих партнеров много, и они все сохранились? Ну, было некоторое, конечно, падение в сложный весенний период, после чего, слава богу, случилось такое восстановление. Мы не смогли так далеко развиться, как хотелось бы. Но и существенного падения не случилось. То есть те, кто работают, они пережили в основном среди наших, по крайней мере, партнеров университетских стабильных. И сейчас у нас есть неплохой портфель заказов. Плюс у нас есть уже на этот год две программы в рамках радиоэлектронной базы и так называемых рамках психоантронных исследований, где мы вошли в консорциумы и двигаемся вместе с нашими научными партнерами из Москвы, из Нижегородской области, ну, в частности, из Сарова. И эти программы уже имеют достаточно хорошее финансирование. Там более 25 миллионов, получается, на каждую программу. Таким образом, это хороший задел, с которым мы уже заходим. А там эти программы, которые подразумевают и новые образовательные программы, и новые исследовательские МСД. И вот эти партнеры, эти заказчики исследований, финансисты исследований, это и крупные ведомства, корпорации, госкорпорации, и, я так понимаю, малые предприятия, частные предприятия, которые создали выпускники. В том числе, да, у нас сейчас при университете действует порядка 19 малых инновационных предприятий, МИПов, так называемых, которые открыты в рамках 217-го федерального закона. То есть, они были открыты при университете с поддержкой университета. Мы поддерживаем молодых ученых. У нас, они развивались на нашей базе. И хотя, конечно, их доход сравнительно небольшой, там суммарно набирается, что-то около 15, наверное, миллионов, они все-таки зарабатывают. Ну, если поделить 18 малых предприятий на 15 миллионов, то есть, суммы не очень большие. Но среди них есть те, которые устойчиво развиваются. Это хорошо. То есть, для инновационных предприятий это нормально. То, что у нас они есть, и то, что они сохраняются, это как раз-таки укладывается в модель их развития. Такие малые компании, которые предлагают инновационный продукт, они или очень быстро разоряются, или сравнительно быстро выходят на высокий оборот. Ну, мы вот это и наблюдаем. У нас есть какой-то постоянный отсев, и есть компании, которые методично развиваются. А насколько молодежь сегодня, насколько молодежь привлекает сфера исследований, именно прикладных исследований, или все-таки это уже люди более старше? Знаете, это типичная ошибка в представлении, что исследователь – это молодой. Что касается технологического инноватора, это, как правило, человек старше 35 лет, у которого уже есть опыт, он потрудился. Иногда в разных фирмах, не обязательно в университете. И за счет того, что он набрал этот самый опыт, у него есть желание что-то изменить. У него теперь хватает знаний, и он понимает, что надо менять. Вот это понятие технологического инноватора. То есть это не молодой, на самом деле, в том, как мы себе представители, 18-летний, как ЦУГ-Верберг, который раз и что-то там придумал. Но на самом деле в университете и студенты открывают свои малые инновационные предприятия, активно участвуют. То есть у нас более 700 человек, студентов, участвуют в различных формах научно-исследовательских коллективов. Это достаточно большая цифра. И это хорошо, потому что они получают такой опыт, который невозможно получить больше нигде, наверное, бесплатный для себя, в том случае, что им еще за это деньги платят. И они получают опыт проектных работ. То есть они понимают, что такое получить календарный план, выполнить работы, соответственно, сдать их. И все это совместно в коллективе провести. Такой опыт, на самом деле, бесценный, потому что, как правило, стажировки в больших корпорациях проходят вообще бесплатно для стажеров. В некоторых корпорациях еще и доплачивать приходят, чтобы туда попасть. Вы упомянули научные школы, которых больше 30, и которые принадлежите сами. Есть ли конкурирующие школы у нас? Ну, в определенном смысле все школы в университете конкурируют, поскольку степень их признания, в том числе, влияет и на степень их финансирования. То, какие гранты они могут выиграть. А поскольку есть программы, где ограниченное количество заявок принимается, то это такая очень здоровая конкуренция. Совершенно очевидно, что не может один коллектив выиграть все. Естественно, у нас есть лидеры, которые выигрывают большее количество грантов. Есть условные, скажем так, аутсайдеры, которые получают меньшее финансирование. Но в целом присутствует такая здоровая ротация. То есть в какие-то годы больше выиграют одни коллективы, в какие-то больше другие. И я считаю, что это очень хорошо, что они между собой конкурируют. Опять-таки повторюсь, задача моего управления заключается в том, чтобы услышаны были все. И у всех были равные возможности для получения финансирования. Но университет предоставляет возможности для проведения исследований. Поймите, что когда научный коллектив выигрывает грант, он же делает его на оборудовании, которое располагается в университете, на площадях университета. Наша задача создать такую логистику, чтобы людям было комфортно работать. Но мы не можем помочь им выиграть. Это уже, соответственно, влияет внешние эксперты. Со своей стороны мы стараемся обновлять мультивно-техническую базу, чтобы участие в конкурсах проходило, чтобы любой эксперт мог увидеть, что это все исследование производится на современном оборудовании. Вот если говорить опять же о той школе, что вы принадлежите, насколько далеко за пределы Владимира, региона, России, простираются интересы ее выпускников? — Ох, очень далеко. Вот я упомянул вначале, что мы сейчас открываем международную лабораторию по физике одномерных материалов. Вот это логическое развитие школы по лазерной физике, которая зародилась на кафедре физики и прикладной математики. То есть наши выпускники стали достаточно известны сначала на территории России. Сейчас они работают в университете Вестлайка, это наш университет-партнер, в Ханчжоу, Китае, в Международном центре полиритоники. И вот их работа была настолько хорошо оценена, что решили заключить соглашение с Владимирским госуниверситетом, как партнерским вузом. И сейчас, более того, мы пытаемся открыть совместную лабораторию. И они, соответственно, работают и там, и тут, и продвигают научную мысль на два фронта сразу. — Это только один пример? — Это только один пример такого, да. Их, на самом деле, очень много. Конечно, мы региональный вуз. Объем наш, как вуза, может быть, кажется не таким большим на фоне, как МГУ или Санкт-Петербургского госуниверситета, у которого сегодня, кстати, юбилей. Мы чуть помладше. Но, с другой стороны, мы вуз уже тоже с историей. И вуз, который может город донести свой флаг в том смысле, что нас знают, когда мы говорим, что мы из Владимирского госуниверситета, всегда вспоминаются какие-то ведущие наши профессора в разных областях знаний, от радиофизики до философии. Никаких проблем с этим нет. Наших ученых знают по всему миру. Это правда. — Надеюсь, мы сегодня лириков не обидели, потому что... — Хорошо. Наш институт искусств, как я уже сегодня упомянул, тоже проводит очень интересные мероприятия. Наша педагогическая школа не менее известна на территории России. — Вот нужно и можно ли сделать научную деятельность более популярной и более модной? Или этого сегодня, в общем, не требуется? — Знаете, я вам такой пример приведу. Когда английская королева посетила обсерваторию Беркли и увидела, как он работает, она предложила ему повысить жалования. И он сказал, «Богу ради, только не делайте этого, потому что иначе на мое место захотят устроиться всякие проходимцы». Соответственно, конечно же, финансовая составляющая во многом решает, во сколько сложно заниматься научными исследованиями, если у тебя не хватает денег на жизнь. Но сейчас эта ситуация кардинально меняется, и в научные исследования вкладываются достаточно большие деньги. Если вы принадлежите к, назовем условно, успешной научной школе, у вас есть значительные шансы выиграть как персональный грант, то есть лично для молодого ученого, который он будет тратить только на себя. Так и грант в команде. То есть это следующая ступень будет. Сейчас это очень хорошо выстраиваемая линия, и молодые ученые имеют зачастую даже больше шансов на получение финансирования, чем условные мэтры. Почему? Потому что считается, что более подвижен, более способен впитывать новые знания и не спорить? Нет, дело не в этом. Дело в том, что просто этих программ сейчас такой вектор, как раз к тому, что надо привлекать молодежь. А как? Им должно быть интересно то, чем они занимаются. Это обеспечивает научная школа, если у вас есть хорошая научная школа, то любой студент, пообщавшись немножко на лекциях с сотрудниками, с преподавателями, поймет, что это интересно ему или нет. Если студенту становится интересно, то он привлекается к этой школе. Соответственно, следующий шаг – вовлечь его в научную работу. Это на самом деле не так легко, по той простой причине, что это требует не только изменения сознания, но и изменения образа жизни. То есть вы должны перестроиться и попробовать работать в команде. А у нас среди молодежи сейчас очень много индивидуалистов, которые не хотят работать в команде. Им кажется, что если они работают на кого-то, то это плохо. А зачастую научная мысль связана тем, что вынуждены работать в коллективе. И уже, соответственно, когда в них просыпается траектория, они видят успешных товарищей, которые перед ними уже имеют гранты, выезжают за рубеж на конференции или стажировки. Имеют, в принципе, возможность работать где угодно и, самое главное, возвращаются обратно к нам во Владимирский госуниверситет. Их это тоже захватывает. Многие из них тоже хочется попросить. Такой же соревновательный дух. Понимаете? Это такое же соревнование, только где ты мерышься интеллектом. Алексей Олегович, огромное спасибо, что пришли. И с днем российской науки вас так держать. Спасибо. Всех причастных с днем российской науки завтра в этой же студии отметим день книгодарения. До встречи на канале Губерния 33. Губерния 34. Губерния 34. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова